Добрый день! Новости на канале БТБ в студии Оксана Гуцайт. Украинская армия освободила город Ждановка в Донецкой области. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети. Также украинские военные взяли под контроль село Красный Яр. В Луганске на здании милиции Жевтневого района вывесили украинский флаг. В центральных районах города бои продолжаются. Напомню, что город уже две недели живет без водоснабжения, электроэнергии и телефонной связи. Не поставляются лекарства, бензин, не работают банки. Боевики постоянно обстреливают городские здания из артиллерийских орудий. Из-за успешного наступления украинской армии террористы массово бегут из Луганска. На сегодня там осталось около 300 боевиков. Они поспешно снимают флаги, так называемые ЛНР, с админзданий города. А из Янакиева и Горловки выезжают чеченские наемники. Об этом сообщил спикер инфоцентра СНБ Андрей Лысенко. По его словам, около сотни местных бандитов беспорядочно обстреливают жилые кварталы. Чтобы сбежать, террористы отбирают у местных жителей машины и изготавливают документы граждан Украины для перехода границы под видом беженцев. В течение только последних трех суток на блокпосту под Дебальцево Донецкой области, где несут службу военнослужащие Национальной гвардии Украины, были задержаны 13 мужчин в возрасте от 20 до 45 лет. Они подозреваются в террористической деятельности. Среди задержанных – полевой командир Луганского террористического объединения. Сейчас он дает показания. 103 украинских миротворца из миссии НАТО в Косово вернутся на Украину. Вывести подразделение удалось благодаря договоренности со штаб-квартирой НАТО. Переброску сил планируют провести до конца августа, об этом отмечают в Минобороны. Маневренная рота после отдыха усилит силы АТО. Ранее из Косово в Украину уже было возвращено 65 миротворцев. Украинская гуманитарная помощь уже на складе в Северодонецке. Спасатели за ночь разгрузили 41 машину, а это почти 500 тонн продуктов и товаров первой необходимости. Представители Красного Креста и украинской стороны приступили к инвентаризации груза. После этого гуманитарная помощь будет отправлена мирным жителям Донбасса в зону проведения АТО. Отмечу, что из-за больших объемов, а всего направлено 800 тонн груза, помощь приняли и складируют на базах Старобельске и Северодонецке. Гуманитарный груз будут охранять спасатели и милиция. Представители Красного Креста начали осмотр российского гуманитарного конвоя. Специалисты международной организации находятся сейчас в Ростовской области. Напомню, в Государственной фискальной службе Украины рассчитывают, что осмотр груза из России будет осуществлен в течение 3-5 дней. В администрации президента Украины подчеркнули, что Украина не ведет боевых действий вдоль линии следования российского гуманитарного конвоя. Украина делает все, чтобы избежать провокаций с российским гуманитарным грузом. Это подчеркивают в администрации президента. Для этого на федеральные пункты пропуска отправлены представители Госпогранслужбы. Как только российская сторона выполнит все условия по ввозу груза, украинские пограничники смогут его осмотреть. Пересечь границу гуманитарный груз сможет только под эгидой Красного Креста. Причем, если колонна с гуманитаркой войдет на территорию, контролируемую боевиками, Украина не несет ответственность за нее, заявил замкловая администрация президента Украины Валерий Чалы. Российский гуманитарный конвой – это пиар-игра. Она направлена на отвлечение внимания, сообщает на своей странице в соцсети советник министра внутренних дел Антон Герасченко. По его словам, десятки единиц бронетехники и КАМАЗов с боевиками без всякого пиара пересекают каждую ночь границу и накапливаются в районе Снежного, Тореза и Луганска. Цель – концентрация сил террористов для нанесения контрудара в районе Дебальцево-Янакиева, чтобы вернуть контроль над трассой Донецк-Луганск. Гуманитарный конвой из России сопровождает тысячи переодетых военнослужащих. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил замглавы СБУ Виктор Ягун. По его словам, в России есть министерство по чрезвычайным ситуациям, имеющее спецтехнику, вертолеты, самолеты, машины белого цвета. В связи с этим возникает вопрос, для чего брать военные грузовики, красить их в белый цвет краской, которая при необходимости достаточно легко смывается. Украина открыта к диалогу. Главы МИД Украины и России обсудят возможную встречу на высшем уровне президента Петра Порошенко с лидерами стран-членами Таможенного союза. Обсуждается несколько вариантов даты и места для этой встречи. Пока еще рано говорить о каких-то конкретных договоренностях, отмечает в украинском МИДе. Напомню, 4 августа президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко обсудили торговые отношения между странами. Особое внимание президенты уделили теме поставок нефтепродуктов из Беларуси в Украину. Украина переживает тяжелые времена. Страна нуждается в слове Божьем, единстве, мире и милосердии. Эти слова сказал президент Петр Порошенко на встрече с новоизбранным предстоятелем Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Ануфрием. И воинам, и вынужденным переселенцам необходима христианская помощь. Сегодня церковь и власть должны совместно отстаивать государственные ценности. Когда мы говорим о европейской интеграции, то речь идет не о договорах, а о ценностях. Эти ценности должны быть первым ориентиром для нас при принятии решений. Ценности общечеловеческие и христианские. Я горжусь тем, как украинский народ ведет себя в эти трудные времена. Насколько сейчас он объединяется, насколько сейчас он является патриотическим, насколько сейчас он любит Родину, насколько сейчас он сплоченный. И как эти испытания, которые были посланы нам, он с честью преодолевает. Я уверен, ваше блаженство, что мы должны быть вместе со своим народом и помочь ему в этом. Я сам искренне желаю увидеть новую Украину, но это может случиться только, когда я обновлюсь. Тот, кто находится рядом со мной, обновится. Третий, четвертый. Тогда будет новая Украина. Иначе новой не будет. У нас просто будет перестановка слагаемых, а сумма меняться не будет. И это, я думаю, главная задача церкви, чтобы делать все, чтобы люди духовно обновились. НБУ руководствуется взвешенной программой действий. Об этом в эксклюзивном комментарии нашему телеканалу заявил Василий Калимон, глава экономического совещательного совета, советник правительства Украины по экономическому развитию. Эксперт позитивно оценивает планы Национального банка относительно перехода к инфляционному таргетированию. И считает его наравне с нефиксированным курсом гривни эффективным инструментом для выхода из кризиса. Далее прямая речь. Большинство стран мира считают инфляционное таргетирование эффективным инструментом выхода из кризиса. Свободная валюта, по-моему, это решение верное. И для выравнивания денежно-валютных отношений других альтернатив я не вижу. Да, свободное плавание довольно непростая тактика, но ввиду грустного опыта и недоработок в финансовой системе, над которыми предстоит поработать и перешнему регулятору, считаю, что НБУ руководствуется вполне взвешенной программой действий. Газ из Словакии уже в Украине. Сегодня оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» принял первую партию ресурсов в тестовом режиме от словацкой компании «Иустрим». Суточный объем реверсных поставок – 2 миллиона кубометров. Власти Крыма просят руководство России не запрещать ввоз украинских продуктов питания. Об этом заявил министр сельского хозяйства оккупационной власти Крыма Николай Полюшкин. По его словам, поставки продовольствия в Крым всегда были специфическими в силу географического положения полуострова. Некоторые овощи, такие как сахарная свекла, картофель, привозили в Крым из материковой Украины. Потребности в мясе закрыты всего на 70%, а в яиц на 77%. Несмотря на урожай подсолнуха, полуостров остается без подсолнечного масла. Поставки молочной продукции из Краснодарского края через проблемную транспортную логистику не в состоянии заполнить нишу. Полуостров потребляет 900 тысяч тонн молочки в год, а производит втрое меньше. Напомню, 28 июля текущего года вступил в силу запрет Россельхознадзора на импорт в Россию молочной продукции из Украины. Кремль решил запретить импортную одежду. Российская власть ограничила государственные закупки товара в легкой промышленности у иностранных поставщиков. Запрет не касается частных компаний. Импорт одежды запрещен из всех стран, кроме членов Таможенного союза Казахстана и Беларуси. В черном гардеробном списке ткани, верхняя одежда, спецодежда, нательное белье, а также одежда из кожи и меха. Ограничив импорт, российское правительство хочет стимулировать отечественных производителей. На торговом эмбарго России Беларусь может заработать более 2 миллиардов долларов до конца года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Леонид Заяц. Минск готов предложить российскому потребителю продукты молочной и мясной отрасли. Президент Беларуси предупредил, что усиленная отгрузка товара в Россию ни в коем случае не должна отразиться на внутреннем рынке страны. Дефицита и роста цен в Беларуси допустить нельзя. Спасибо, что вы были с нами. До встречи ровно через час.